Денис Светиков в дружиннике записался после армии. В свободное время помогает полицейским наводить закон и порядок на улицах Самары. Говорит, в этом году обязанности прибавилось, изменились и условия работы. В рейд Денис теперь выходит в маске и в перчатках, к чему призывает и самарцев, с которыми проводят беседы о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. У нас есть режим только носить в масках в магазинах и в транспортах. На улице можно не носить их у нас. В постановлении же вышло новое, 138-й набер. Там так и написано. Маска носится во всех общественных местах, кроме улицы. Ну, подходим к людям, просим соблюдать социальную дистанцию. Ну, а кто неответственный, это уже не знает и на их совести останется. Наше дело предупредить человека, а как он будет дальше вести себя, это уже его дело. Добровольцы народной дружины в Парке Победы рассказывают отдыхающим, как маска может защитить от коронавируса, а в подтверждении своих слов раздают памятки. Самарцы не спорят и сами понимают, что только соблюдение мер безопасности позволит одолеть коронавирус. Молодцы, что гуляют, хорошо. Почаще бы подходили, говорили людям о том, чтобы маски одевали в общественных местах, чтобы дистанцию держали. Это, конечно, потому что детки маленькие, не дай бог, конечно, болячки перейдут разные всякие. Не только коронавирусные, другие. Был бы главный результат. Поэтому, может быть, до кого-то дойдет. Чтобы охватить как можно больше отдыхающих, Парк Победы дружинники разбили на части. У каждого наряда, а их четыре, своя зона патрулирования. Особое внимание пенсионерам. Их нужно убедить вернуться домой. Им пока не рекомендуется без необходимости появляться на улице, ведь они в зоне риска. В крайнем случае, если человек действительно провоцирует, если он намеренно нарушает все предписания, вызывается наряд полиции и на данного человека составляется протокол. Но, опять же, это мера крайняя. У нас главная задача объяснить все и решить проблему мирным путем. По постановлению губернатора Дмитрия Азарова, самарцы в общественных местах обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф от одной до 30 тысяч рублей. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.